Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать книгу Хьювингса Advanced English Grammar and Use. Третье издание. И нас интересует 79-й юнит, теорию, по которому я пыталась сделать в прошлый раз. Ну а теперь пришла пора упражнений. И мне бы хотелось успеть сделать 79-1 и 79-2. Они маленькие, очень простые. Здесь as, when и while надо поставить в зависимости от ситуации. Итак, будем подглядывать в шпаргалку, когда as, когда when, когда while, и выбирать правильный вариант. Итак, he fell over, чего-то там, she kicked the ball. А, she, sorry. She fell over, she kicked the ball. Она упала, когда, по-видимому, она ударила ногой по мячу. Здесь у нас, ну, действия идут друг за другом. И более того, одно как бы перетекает в другое и является причиной. То есть, если бы она по мячику не ударила, она бы, скорее всего, не упала. Это наш 2B. Вот это действие в main clause сразу после действия в time clause. Вот у нас сначала она, she kicked the ball, а потом она, she fell over. Здесь нужно понимать, что вот этот порядок, в котором всё стоит, он не важен. Я могу начать с главного предложения, могу начать с time clause. Это моё личное дело. Это не значит, что главное предложение было раньше, отнюдь. Это ничегошеньки не значит. Нужно переводить, нужно смотреть, о чём идёт речь. Если порядок слов в предложении – это всё, то порядок предложений в предложении, сложно сочинённом, это ничто, скажем так. Итак, здесь у нас будет win. Едем дальше. Чего-то там. Когда мы были моложе, нашим родителям нужно было платить за наши уроки музыки. Здесь у нас рассказ о событиях в прошлом. И, скорее всего, здесь тоже будет win. Это вот так сейчас, сейчас. А вот они, регулярные и постоянные действия. Ну, прямо друг за другом всё идёт. When I was a small girl, I bought cakes. Вот оно, в чистом виде, та же самая иллюстрация. Поэтому здесь мы тоже поставим win. Здесь без вариантов. Далее третье. I speak Spanish, I talk slowly to help people understand me. Когда я говорю по-испански, я говорю медленно, чтобы помочь людям понять меня. Значит, опять же, это регулярные действия. Это то же самое, что во втором, только в настоящем времени. Поэтому здесь тоже будет win. Едем дальше. Значит, я спаковала, запаковала как-то там все книги, а Лана сделала запись их названий на своём компьютере. А вот здесь уже немного другая ситуация. Я запаковывала книги, а Лана делала. Здесь, в принципе, можно S поставить и можно while поставить. Здесь вряд ли будет when, потому что when не показывает действия, которые одновременно происходят. Он может показывать time-close, который короче main-close, но не такой же по длительности. А такой же по длительности у меня может быть while. Даже time-close может быть длиннее. Вот как здесь. И может быть S по мере того. То же самое. Поэтому в нашем случае будет либо S, либо while. Обращаем внимание, что нам совершенно не обязательно ставить continuous, если мы ставим while. Да, очень часто continuous используется. И с while, и с S, но это не есть правило. Это не значит, что всегда нужно ставить continuous, когда мы ставим эти слова. Едем дальше. Она оставалась дома и смотрела телевизор, по-видимому, пока её брат был в школе. Здесь тоже действия одновременно. Это практически то же самое, что и в четвёртом. Я поставлю здесь while. Можно ли здесь поставить S? Ну, наверное, нет, потому что S показывает по мере того. Ну, по мере того, вряд ли. С другой стороны, здесь можно и when поставить. Почему? Потому что мы не знаем, являются ли они по длительности одинаковыми. Или, может быть, её брат был в школе чуть поменьше, чем она сидела дома. То есть, возможно, здесь и when можно поставить. Я не уверена. Но while точно можно. Ладно, посмотрим дальше. Шестое. Where did you live? И дальше чего-то. You got marriage. Где это вы жили, когда вы поженились? Ну, здесь явно одно действие короче другого. Поженились мы явно быстрее, чем жили. Поэтому здесь спокойно можно when поставить. Это вот этот хрестоматийный первый, самый первый случай. Вот этот. Main clause было дольше. Едем дальше. Седьмое. The result started to come in. It became clear that President Kama had lost the election. Результаты начали приходить. Стало понятно, что президент Kama проиграл выборы. Но здесь точно S можно поставить. Это можно не сомневаться. По мере того, как результаты начали приходить. И как ни странно, здесь можно и when, в принципе. Здесь смотря, как мы это видим. Потому что, с одной стороны, по мере того, как результаты приходили, ну, когда идет подсчет бюллетней, подсчет голосов, результаты все время поступают, поступают, и мы видим прогресс, как считают голоса. И тогда это S. С другой стороны, здесь не зря стоит слово started, начали приходить. Но они же начали в какой-то момент, а потом они там продолжали приходить. Но это уже продолжали. И они начали приходить, ну, явно до того, как стало ясно, что президент проиграл выборы. То есть они начали приходить, и стало ясно. То есть это тот случай, когда time clause начинается до главного предложения. Поэтому здесь можно S, здесь можно when, смотря, как мы это видим. И так, и так верно. Далее восьмое. The humidity started to increase, чего-то там, the day wore on. Влажность начала возрастать, по мере того, как день продолжался. Ну, как бы развивался, если угодно. И здесь точно будет S, без вариантов даже. Далее девятое. The snow was getting deeper and deeper, чего-то там, we waited for the train to arrive. Так, ну, здесь тоже S можно поставить, по мере того, как. То есть снег становился всё глубже и глубже, ну, то есть его падало всё больше и больше, по мере того, как мы ожидали прибытия поезда. Да, здесь S можно. И даже желательно. Можно ли while поставить? Да, почему бы и нет, можно и while поставить. В большинстве случаев, где можно поставить S, можно поставить и while. Поставим while. Возникает вопрос, можно ли while поставить тогда в восьмом, ведь, ну, как бы то же самое. Да, но лучше всё-таки оставить S, потому что здесь очень сильно попахивает причиной. То есть день, как бы это, продолжался, продолжался, и из-за этого вот возрастала влажность. Поэтому, я думаю, while всё-таки в восьмом нежелательно ставить. Здесь больше S. Здесь именно вот эта причинность. Дальше десятое. По мере того, по-видимому, как краска засыхает, она изменяет цвет от светло-красного до ярко-насыщенного красного. Так, ну, здесь тоже S. Здесь по мере того, как. То есть процессы, как бы это взаимосвязаны между собой. Можно ли здесь while поставить? Наверное, нет, потому что здесь, опять же, причинность. Это то же самое, что в восьмом. Можно ли when поставить? Ну, не знаю. Насчёт when я сомневаюсь, потому что у нас два действия тянутся слишком уж одновременно. Поэтому здесь, скорее всего, S без вариантов. Ну, окей, смотрим, что такое 79.2. Исправить предложение, если это нужно сделать. Посмотрим. As a older, I'd love to be a dancer. Значит, по-видимому, когда я подрасту, я бы хотела быть танцовщицей. Но здесь явно не S, здесь явно when. Можно не сомневаться. Здесь S совершенно не в тему. То есть сначала подрасту, потом буду. Далее второе. Когда мальчик смотрел, не отрывая глаз, муравьи подняли дохлого жука и утащили его в свой муравейник. Так, ну здесь определённо не when. Значит, мальчик смотрел какое-то время. Это были действия, которые происходили одновременно и одинаковой длительности. Поэтому здесь будет очень хорошо смотреться while. И, в принципе, может неплохо смотреться as, как вариант. Но while лучше. While просто более человечный. Но по мере того, как мальчик смотрел, ну тоже можно, если хочется. Далее третье. The disk drive makes a buzzing sound while I switch my PlayStation on. Жёсткий диск производит жужжащий звук в то время как или по мере того, как я включаю PlayStation. Ну здесь явно не while, это определённо. Здесь будет точно when. То есть я включаю и сразу производит. Действия в предложениях идут друг за другом. Далее четвёртое. As the car went by. Someone waved to me from the backseat. Когда машина или в то время, как машина проезжала мимо меня, кто-то помахал мне ручкой заднего сидения. Здесь всё вроде нормально. Здесь вполне себе as может быть. Здесь и while, в принципе, могло быть. Но as вполне себе да, поэтому здесь будет плюс. Ну вот, хоть одно правильное. Далее пятое. While Kazam had finished, he tied it up the room and left. В то время, как Kazam закончил, он убрал в комнате и ушёл. Но здесь явно не while, хотя бы потому, что здесь past perfect стоит. То есть явно одно действие было раньше других. Поэтому здесь могло бы быть when. И что здесь ещё могло быть? Да всё, в принципе. Больше здесь вряд ли чего другое. As могло ли быть? Ну, не знаю. As Kazam had finished. Ну, в принципе, могло бы быть as. Но показать, что как бы причиной того, что он поубирал, то есть он сначала закончил, и как следствие он потом убрал и ушёл. Ну, и мне кажется, что это слишком надуманно. When вполне себе очевидно и естественно. Далее шестое. I was in the shower as the phone rang. Я была в душе, когда телефон зазвонил. Ну, ясно. Здесь точно будет when. Можно не сомневаться. Это классика жанра, когда главное предложение продолжалось дольше предаточного. Поэтому здесь when без вариантов. As нам не подойдёт, потому что по мере того, как, это что, два действия одновременно получаются? Нехорошо. While тоже самое, два действия одновременно. Это явно не наш случай. Здесь по смыслу это не подходит. Итак, здесь одно четвёртое только было корректно. Стояло as. Всё остальное надо было переделывать. Вот такие вот time closes. Ну, то есть, вроде бы ничего такого здесь нет. Но здесь ключ к успеху. Это внимательное чтение предложения. Нужно прочесть и понять, хорошо понять, о чём идёт речь. Это очень важно. Нужно задать себе вопрос. Какое действие было раньше? Какое было позже? Какое было следствием чего? Что было причиной? Не развивались ли они одновременно, эти ситуации? Если да, то как развивались? Не была ли одна причиной другой? Это очень важно, потому что иначе можно запутаться и везде понатыкать одного и того же, потому что эти слова действительно очень похожи. И иногда они даже подменяют друг друга. Мы прекрасно это видим. Особенно as и while очень даже весело подменяют друг друга. Итак, скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео. Ссылка на теорию. Также в описании видео ссылка на плейлист по Мартину Хьюингсу. Также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok